Привет, друзья! В этом видео вы узнаете, как можно полноценно установить настоящие новые виджеты из MIUI 13 даже на старый смартфон Xiaomi. Так что не будем терять времени, лайк, подписка и мы начинаем! Одной из самых ожидаемых фишек MIUI 13 стали новые виджеты. Но что делать тем, у кого уже нет сил ждать обновления и кому MIUI 13 не светит вообще, а виджеты уж очень хочется? Именно этот вопрос мы сейчас с вами и разберем. Да, способ установить настоящие виджеты из глобальной версии MIUI 13 есть, причем не только на MIUI 12.5, но и на более старые версии прошивки. Отдельно хочется поблагодарить автора канала на связи как первооткрывателя идеи. Ссылку на его канал оставим в описании. Со своей стороны мы детально изучили способ, протестировали на нескольких устройствах и обнаружили новые интересные факты. Но обо всем по порядку. Прежде всего давайте определимся, будут ли вообще работать новые виджеты из MIUI 13 на вашем смартфоне. Заглядываем в настройки рабочего стола и в начале списка ищем пункт «Лента виджетов». Нашли? Поздравляем, на вашем устройстве способ с большей долей вероятности должен сработать. И здесь сразу проверьте, чтобы данный пункт был включен. Это очень важно. Если же вместо ленты виджетов у вас Google Discover, то скорее всего данный способ не сработает, так как новые виджеты напрямую зависят от этой ленты, которая доступна только на некоторых версиях MIUI, в том числе на российской, индийской и подобных регионах. Увы, популярная меглобалка и европейская с Google Discover пока в пролете. Однако попробовать все же стоит, в крайнем случае вы всегда можете попытаться сменить прошивку, даже без разблокировки загрузчика, по нашей видео инструкции, подсказку на которую вы сейчас видите в углу экрана. Итак, приступим непосредственно к самой установке. Прежде всего нам понадобится скачать и установить несколько приложений из MIUI 13. Из них обязательными будут два приложения – рабочий стол и лента виджетов. Остальные же, например, безопасность, погода, заметки или галерея, можно скачать и установить по желанию, в зависимости от того виджеты каких именно приложений вас интересуют. Тем не менее, чтобы все получилось полноценно и красиво, рекомендуем все же скачать их все. Доступно все это добро в нашем телеграм канале, где мы регулярно публикуем самые свежие версии. Ссылка как всегда в описании. Далее, после установки этих приложений перезагружаем смартфон. И в принципе мы уже на полпути к успеху. Открываем левый экран на рабочем столе и видим новую ленту виджетов из MIUI 13. Здесь вы можете перемещать, удалять и добавлять новые блоки. Выглядит интересно и достаточно функционально по сравнению с прошлой лентой. Но, как вы уже догадались, это далеко не все. Больше всего нас, конечно же, интересуют виджеты для самого рабочего стола. Следующим шагом нам потребуется хорошо нам знакомый Activity Launcher, который можно свободно скачать в Play Market. После его установки сразу выдаем приложению разрешение на добавление ярлыков на рабочем столе, которые потребуются для быстрого запуска меню новых виджетов. Запускаем Activity Launcher и в поиск вводим Picker Home. Таким образом мы находим заветные Activity ленты виджетов. И для удобства использования сразу создадим ярлык на рабочем столе. Теперь по простому клику у вас будет открываться меню всех доступных виджетов из глобальной версии MIUI 13. Но не спешите их перетягивать на рабочий стол, так как при попытке он просто завеснет в воздухе. Чтобы корректно добавить виджет, нужно сначала открыть его в меню и только потом нажать на большую синюю кнопку «Добавить на рабочий стол». Если вы все правильно сделали, виджет должен автоматически появиться на экране рабочего стола. Готово! Теперь вы свободно можете пользоваться одной из главных фишек MIUI 13 на своем устройстве, даже без обновления прошивки. Кроме того, так как виджеты подгружаются из сети, в будущем они будут автоматически обновляться и появляться новые. В целом, смотрятся новые виджеты свежо и интересно. На мой взгляд, 5 минут вашего времени для выполнения данной инструкции точно стоит того, чтобы освежить свой рабочий стол новыми виджетами. А как вы считаете? Друзья, пишите в комментариях, получилось ли установить новые виджеты на вашем устройстве и конечно же не забывайте подписываться на канал. Мы готовим для вас еще множество полезных инструкций и обзоров. Спасибо за просмотр! Пока-пока!